Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это программа «Прямой эфир» и с вами Ирина Кузина. Сегодня в студии заместитель министра транспорта Тверской области Сергей Вячеславович Верхоглядов. В этой программе будем подводить итоги реализации первого этапа новой пассажирской модели перевозок и расскажем нашим телезрителям, что будет сделано далее, в период второго этапа. Я очень рада приветствовать вас в студии, Сергей Вячеславович. Спасибо, что нашли время для того, чтобы подвести итоги первого этапа реализации пассажирских перевозок на территории Твери и Калининского района. Вот, можете дать оценку? Ну, во-первых, здравствуйте, Ирина, здравствуйте, уважаемые телезрители. Мне также приятно, что я нахожусь здесь в студии. Мы встречались с вами полгода назад, когда только модель начинала свою работу на территории Твери и Калининского района. Ну и сейчас готов кратко рассказать о том, что мы достигли, чего мы достигли и какие планы у нас будут на следующие этапы. Как вы уже знаете, 30 апреля мы запустили последние маршруты новой модели первого этапа модели пассажирских перевозок. И сейчас на линии работает 85 маршрутов, которые обслуживают 471 транспортное средство. Могу отметить, что все транспортные средства – это новые, низкопольные автобусы. Они приспособлены для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Все автобусы оборудованы кондиционерами. Все автобусы оборудованы специальными указателями маршрутов. А также информация идет в каждом автобусе об остановочных пунктах. И иная другая информация, которая полезна нашим жителям, нашим пассажирам. Могу сказать, что за этот период, этот короткий период, полгода, мы уже перевезли 13 миллионов пассажиров. И очень важно отметить, и я горд, что 2,5 миллиона из них – это льготники, это лица, которые имеют право на льготный проезд. И такого проезда старой модели, к сожалению, перевозчики не оказывали. У нас на территории Тверской области 350 тысяч таких льготников, то есть граждан наших, жителей, которые имеют право на такой проезд. И всего 50 имело таким правом воспользоваться. Сейчас у нас каждый маршрут, каждый автобус без исключения перевозит льготную категорию граждан. И мне очень приятно, что первые слова благодарности от наших уважаемых жителей, от наших пассажиров, именно о льготниках, то раньше маршрутные такси просто игнорировали, они просто приезжали их. Сейчас, на каждом остановочном пункте, а даже если и есть необходимость, наши водители помогут нашим пожилым гражданам, пассажирам. Вот. Контролеры пояснят им в автобусе, как нужно пользоваться социальной картой. Ну, я думаю, мы дальше расскажем об этом более подробно. Вот когда мы с вами встречались, особое внимание вы уделяли безопасности пассажирских перевозок. И вот у меня сейчас есть данные, что, например, за 6 месяцев работы произошло снижение количества дорожно-транспортных происшествий почти на 30%. А количество травмированных пассажиров сократилось почти в два раза. Считаете ли вы, что сокращение и вот эта вот статистика, да, свидетельство того, что сейчас реализуется новая модель пассажирских перевозок, как это может быть связано и удалось ли вообще уйти от серого рынка перевозок? Ну, я не то, что считаю. Я уверен, что это наша работа, работа наших специалистов, снижение аварийности. Первое то, что и вы говорили, я подтверждаю, что у нас на первом уровне это безопасность перевозок. Конфорт и безопасность. Мы подбираем водительский состав и прежде чем водитель приступит к своей работе, он проходит стажировку. Мы, во-первых, сами экзаменуем его на знание правил дорожного движения, потом проходит стажировка. И когда мы только убедимся, что водитель может выполнять безопасные перевозки и перевозить пассажиров, только после этого допускаем его на маршрут. Могу сказать, что мы ежедневно, еженедельно проводим анализ всех нарушений правил дорожного движения, которые совершают наши водители. Детально разбираем на комиссиях специально у нас в предприятии, создана комиссия. По результатам этой комиссии, если водитель совершил какое-то нарушение правил дорожного движения, он привлекается к дисциплинарной ответственности. То есть ни один факт не остается без внимания и наказания, если водитель такое нарушил. Мы запустили недавно новую программу, это народный контроль. Теперь любой участник дорожного движения может обратиться на горячую линию и сказать о том, какой из водителей нарушил и какое правило дорожного движения он нарушил. Каждый автобус у нас оснащен видеокамерами. Мы видим каждый автобус в системе навигации, то есть мы контролируем их скоростной режим. И когда мы вот такие нюансы, такие случаи разбираем, то вот видеозапись, контроль за скоростным режимом, это нам, конечно, помогает. И водитель сам знает, что каждый автобус, каждое его действие, оно под контролем. Это не дает возможности ему нарушать правила дорожного движения, а значит, это безопасность наших пассажиров. Ну вот я немного ложки дегтя, значит, добавлю. Все-таки работала горячая линия, но в первый период, когда стартовали, это, наверное, конец февраля, начало марта, было много обращений на горячую линию. И были недовольны. Вы как работали, во-первых, с обращениями и можете ли рассортировать, что ли, все жалобы? И есть ли главная обратная связь с теми, кто обратились к вам? Мы специально в этой новой модели сделали колл-центр. И вначале, когда мы начинали модель запускать, мы увеличили до 15-18 человек работу в этом колл-центре. Вы правильно сказали, для нас важна и она нам необходима, обратная связь. Да, именно на основании вот этой обратной связи мы четко понимаем, где и что нужно изменить. Конечно, на первом этапе, это в начале февраля, было очень много обращений к гражданам. Ну, первое это было разъяснить, как оплачивать, где приобретать карты, как оплачивать безналичные, бесконтактные, как наличные. Мы разъясняли, как идут маршруты, где можно увидеть расписание, как работает наше приложение «Волга». Ну, я могу сказать, что понятно, что модель новая. У наших пассажиров и жителей было очень много вопросов. Но сейчас количество обращений на горячую линию сократилось в два раза. Основные, конечно, это вопросы, разъяснение о переносе, у нас был перенос льготного проезда с учетом пандемии. Мы разъясняем гражданам. Есть вопросы те, которые затрагиваются, и изменение маршрутов. Есть вопросы те, которые, предложение наших пассажиров добавить остановочные пункты. Либо изменить каким-то образом маршрут или расписание. Ну, я могу сказать, что вот по результатам, как вы сказали, по результатам общения, обратной связи, за этот период мы изменили расписание порядка 40 маршрутов, сделали удобным. Там, где люди просили, чтобы им вовремя прибыть на работу, либо какой-то социальный объект, мы устанавливали рейсы раньше, где необходимо было эти рейсы добавить. В вечернее время добавляли остановочные пункты, порядка 24 остановочных пунктов, новых, в наших маршрутах, мы ввели, и сейчас жители пользуются этим. Это вот как раз образец, ну, будем так говорить, результат нашего общения с пассажирами. Что вы можете сказать по поводу общей провозной способности на всех маршрутах города? Какую оценку дадите? Мы делали анализ, и в настоящий момент провозная способность увеличена на 2000 в час. А что это значит? Это означает, что автобусы, мы применяем автобусы большого и среднего класса, то есть они намного больше вместимости. Это значит, что у нас даже есть запас. То есть комфортный провоз пассажиров – это 70% наполняемости каждого автобуса. В нашем случае у нас есть даже и запас, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно. Здесь в этой связи, конечно, в условиях пандемии было принято решение о том, что режим транспорта общественного не переводить, а осуществлять перевозки в режиме рабочего времени. Что это нам дает? Нам дает это увеличение социальной дистанции между гражданами, а значит, мы бережем наших и сохраняем здоровье нашим гражданам, а также здоровье наших водителей. Я вот хотела уточнить по поводу работы в период пандемии коронавируса. Вот как вы выстраивали свою работу, что касается обеззараживания и безопасности на транспорте? Ирина, очень важный вопрос. Мы заблаговременно подготовились к нему. Мы закупили специальные средства, оборудование, подготовили специальных людей и установили регламент обработки наших транспортных средств. Согласно этого регламента, каждый автобус после того, как он приходит с линии, мы сначала проводим моечные мероприятия, моем, чистим автобус, а потом полная стопроцентная дезинфекция. Специально обученные люди в специальных костюмах и оборудованием обрабатывают все поверхности автобуса внутри. Более того, мы установили требование к водителям, что после завершения каждого рейса, то есть когда он приезжает на конечный остановочный пункт, он индивидуальным способом дезинфицирует все поверхности, с которыми могли прикасаться наши пассажиры. Вот такой регламент и контроль за выполнением дезинфекции, я считаю, что положительно повлиял и не дал нам развить пандемию дальше. Так, по этому вопросу все понятно, но тем не менее мы возвращаемся к нормальной жизни, но никто не исключает и второй волны. Вы предусмотрели, как, например, будет работать общественный транспорт в сентябре. Как-то вы готовитесь к возможным изменениям ситуации? Я очень надеюсь, что второй волны не будет. И давайте мы пожелаем нашим пассажирам и нашим водителям только здоровья. Но если ситуация изменится, мы готовы к этому. У нас есть запас и транспортных средств, у нас есть запас этих специальных дезинфицирующих средств. Мы готовы к дальнейшему. Но мы это и не прекращали. Мы сейчас эту работу проводим. Мы сейчас эту работу, в случае, если изменится, мы усилим контроль и усилим дезинфекцию. Мы готовы. Мы, Тверская область и, в первую очередь, областная столица и Калининский район, мы как бы были пилотным регионом. И об опыте нашем было доложено президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Насколько мне известно, нашим опытом заинтересовались и другие области. Расскажите об этом. Вы знаете, я могу сказать сейчас, что мы каждую неделю получаем от наших коллег из других регионов просьбы и пожелания рассказать о нашем опыте, о нашей модели. Потому как, как вы и отметили, мы даже не пилотные, мы первые в регионе, за исключением столичного региона, которые смогли и приняли решение, и смогли внедрить новую модель пассажирских перевозок. Цивилизованную, безопасную модель. Наша работа была положительно отмечена президентом Российской Федерации. И он дал поручение внедрять наш опыт в других регионах. Именно поэтому сейчас со всей России наши коллеги приезжают. Совсем недавно у нас была делегация из Саратова. Мы им рассказали, показали, какое предприятие мы новое отремонтировали, отреконструировали, как работают наши автобусы, как отдыхают и как живут наши водители. Я могу сказать, что буквально недавно для водителей мы на нашей базе открыли столовую. Потому что водители, ну, это основное наше звено. Они общаются с пассажиром. От этого зависит, это наше лицо. Безусловно, мы в свою очередь, мы встречаемся с жителями, проводим разъяснительную беседу. Но первый, кого видит пассажир, это наш водитель. Если он подтянут в форменной одежде, вежливо, аккуратно объясняет, если какие-то вопросы, аккуратно везет. Вот это и есть новая модель, это и есть удобство. И, конечно, отсюда и оценки наших жителей и граждан. Сергей Вячеславович, в одном из интервью губернатор Игорь Руденя заявил, что всех жителей Тверской области ждет второй этап модели. И вот расскажите более подробно о текущей ситуации и когда будет запуск второго этапа. Ирина, по поручению губернатора Тверской области Игоря Михайловича Руденя, мы сейчас проводим анализ пассажиропотоков маршрутной сети по шести крупным агломерациям. Это Ржев, это Кимры, Конакова, Торжок. И после анализа маршрутной сети, после анализа пассажиропотоков мы будем готовить финансово-экономические обоснования. И будет принято решение, в какие регионы в первую очередь мы идем. Безусловно, все регионы нашей области будут во всех регионах. В конечном итоге будет обновлен подвижной состав и новая модель пассажирских перевозок придет в самые отдаленные наши муниципальные образования. Это 2021 год. Ну, значит, в 2021 году надо будет встречаться и обсуждать итоги уже второго этапа. Мы можем вас пригласить и прокатить на наших автобусах. На красивых, безопасных и удобных. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию. Всего доброго и до новых встреч. Спасибо. До новых встреч. Это была программа «Прямой эфир». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова